В начале была тьма, а затем мощный взрыв породил бесконечное расширение времени, пространства и материи. Каждый день мы разгадываем новые загадки, раскрываем ошеломительные смертельные секреты о месте, которое мы называем Вселенной. Они уже уничтожили динозавров и другие виды. Нет сомнений в том, что они ударят снова. Это будет катастрофой библейских масштабов. Исследование астероидов — вопрос не только науки. Астероиды становятся одной из главных проблем человечества. Но и нашего выживания. Чем умнее мы станем до того, как это случится, тем лучше решим эту проблему. Приготовьтесь к новейшим открытиям на астероидах и смелым новым планом отправиться туда, куда еще не ступала нога человека. Вселенная. Удары астероидов. Сейчас 2029 год, и астероид, за которым десятилетиями наблюдали ученые, проходит близко от Земли. Ширина астероида равна трем футбольным полям. Его зовут Апофис, по имени древнеегипетского бога разрушения. Согласно последним прогнозам, Апофис не ударится в Землю в 2029 году. Но поскольку он пройдет на невероятно близком расстоянии, мировое научное сообщество в тревоге. Грек Логлер, Университет Калифорнии, Санта-Круз. Астрономы вычислили небольшой участок космоса. Если Апофис пройдет через этот участок, то в 2036 году он столкнется с Землей. Это действительно небольшой участок, шириной менее полутора километров. Называется «Замочная скважина». А чтобы отвезти Апофис от Земли, международные космические агентства запустят ракету. Алекс Филипенко, Калифорнийский университет Беркли. Мы уже не хотим взорвать его атомной бомбой. Во-первых, из-за огромной энергии образуется масса обломков, которые устремятся к Земле. Мы хотим лишь немного подтолкнуть его, чтобы изменить траекторию. И тогда столкновения не будет. Однако может оказаться, что космическая скала массой 30 миллионов тонн окажется слишком массивной, и столкновение не собьет ее с курса. Столкновение 2036 года будет в тысячи раз мощнее атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Образуется кратер размером с остров Манхэттен. Может образоваться кратер шириной более трех километров. Если Апофис упадет на город, прощай город и окружающая местность на сотни километров. Ударная волна, взрыв, поднявшийся ветер, выброшенная масса создадут подобие землетрясения, которое будет ощущаться на огромном расстоянии. Когда Апофис был впервые обнаружен, в 2004 году шансы на столкновение были 1,37. Но по мере того, как ученые наблюдали за его движением, шансы стремительно сокращались. Дональд Йеменс, Джи Би Эл. Определение орбиты астероидов можно сравнить с предсказанием ураганов. Когда возникает ураган, никто не может сказать, куда он направится. Но в ближайшие пару недель вы получаете новые данные, которые позволяют вам сделать более точный прогноз. То же самое с астероидами и кометами. Чем больше информации вы получите в течение долгого времени, тем точнее предскажете их орбиту. Вот почему сейчас шансы на удар всего лишь 1 к 250 тысячам. Это намного меньше первоначального 1,37. Однако, несмотря на то, что Апофис не столкнется с Землей, велика вероятность того, что это может сделать кто-то другой. Космические агентства серьезно относятся к вероятности такой катастрофы. В июле 2010 года группа консультантов НАСА рекомендовала создать штаб планетарной защиты для обнаружения и отклонения любых астероидов, направляющихся к нам. Трэвис Тейлор, физик. Мы точно знаем, что в ближайшие 10 тысяч лет астероид упадет на Землю. Поэтому главный вопрос таков, когда это случится и насколько мы готовы к этому. Возможно, Приморский парк развлечений не лучшее место для демонстрации того, как астероиды и кометы кружатся в нашем уголке Вселенной. Однако зал игровых автоматов может многое показать об этих смертоносных объектах. Наша Солнечная система похожа на Тир. Астероиды и кометы постоянно попадают в планеты и спутники, создавая гигантские кратеры. Большие объекты — это хорошие мишени, у них легче попасть. В этом случае я должен попасть в яблочко, которое как раз такого же размера. Но представьте, что человек вон там — это Юпитер. Он большой, а наша Земля маленькая, как тот бурундук. Тогда наша Луна может быть этим муравьем. Так что в Юпитер попасть проще. А в бурундучок Землю сложнее. Небольшая мишень. Есть, попал в Землю. Муравьи такие маленькие, что попасть в них еще сложнее. Поэтому большинство астероидов пролетает мимо. И лишь некоторые попадают. Однако в отличие от Тира, где пуля или луч света в данном случае летят прямо, астероиды и кометы летят к своим целям по кривой. Юпитер притягивает астероиды и кометы своей силой тяжести. Это выглядит примерно так. Я целюсь туда, а Юпитер притягивает мой ствол сюда. И это будет точное попадание. Поскольку масса Земли меньше, чем у Юпитера, она притягивает меньше астероидов. А Луна, чья сила тяжести намного меньше, чем у Земли, притягивает еще меньше. Однако, как показывает изрытая кратерами поверхность Луны, нечастые удары астероидов в течение долгого периода оказываются достаточно разрушительными. Способность Юпитера притягивать кометы и астероиды была продемонстрирована недавно. В 1994 году фрагменты кометы Шумекер-Леви-9 бомбардировали Юпитер. Ученые полагали, что такой мощный удар — редкое явление, которое случается раз в сто лет. Однако в июле 2009 года в планету врезался другой астероид или комета. Он создал огромное темное пятно и огненный шар размером с Землю. Брюс Беттс, планетарное общество. Два таких мощных удара по Юпитеру в течение 15 лет говорят о том, что наша Солнечная система более запружена камнями, чем мы думали. Затем любитель астроном снял момент удара в Юпитер третьего большого предмета в 2010 году. Заставило ли это ученых изменить свои оценки и признать, что большие предметы поражают Юпитер чаще, чем раз в сто лет? Думаю, что нет нужды менять наши прежние представления, потому что предмет, который попал в Юпитер в 2009 году, намного меньше кометы Шумейкер-Леви. В любом случае, в космосе намного больше мелких объектов, нежели больших. Однако информация о типе удара всегда полезна, вне зависимости от размера. Чтобы понять опасность удара по Земле, мы должны знать все о мире астероидов и их орбитах. Так что любая информация, например, как часто они поражают Юпитер или сколько их носятся вокруг Юпитера, способствует нашему лучшему пониманию других объектов в нашей Солнечной системе и опасности удара по Земле. Главным источником этих объектов является пояс астероидов между Марсом и Юпитером. Именно там мощная гравитация Юпитера удерживает миллионы маленьких скал от образования еще одной планеты. Но это еще не все. Лаура Денли, обсерватория Гриффитс. Мы думаем, что все астероиды живут в поясе между Марсом и Юпитером, потому что исторически сложилось так, что большинство из них были найдены там. Однако фактически астероиды пролетают мимо Юпитера. Есть астероиды недалеко от Солнца, есть астероиды рядом с Землей. Ширина самого большого астероида Цереса 950 километров. Это расстояние от Вашингтона до Чикаго. Он такой огромный, что его масса составляет треть всей массы пояса астероидов. Столкновение с таким камешком стало бы дурной вестью для каждого живущего на Земле существа. Он примерно в 100 раз больше астероида Чиксулуп. Столкновение с которым привело к уничтожению 70% видов животных и динозавров на Земле. Так что можете представить себе, насколько это будет плохо. Это будет катастрофой библейских масштабов. Образуется кратер размером с территорию США. Если такое случится, раскаленная масса пронесется со сверхзвуковой скоростью вокруг всего земного шара. Это будет ужасно. К счастью, Церис вращается по устойчивой орбите вокруг Солнца. И большие астероиды проще определить и проследить. Вероятно, мы узнаем о летящем к Земле астероиде шириной более полутора километров за десятки лет до его приближения. Однако маленькие предметы представляют большую угрозу, как свидетельствуют последние данные. Маленьких объектов намного больше, чем больших. Мы предполагаем, что имеется примерно 940 объектов, диаметром от одного километра и больше. И мы уже обнаружили 86% из них. Если же взять небольшие объекты шириной в 100 метров и чуть больше, то их имеется примерно 50 тысяч. И мы нашли лишь 10% из них. А вот если иметь в виду объекты еще меньшего размера, около 30 метров, то их примерно 2 миллиона. И мы обнаружили менее 1% из них. Более совершенные телескопы, которые появятся в ближайшие десятилетия, позволят астрономам находить больше астероидов любого размера. Однако астероид шириной 30 метров можно будет обнаружить лишь непосредственно при подлете к Земле. А удар даже такого небольшого булыжника может иметь разрушительные последствия. Земля покрыта следами давних столкновений с астероидами. А сейчас ученые лихорадочно пытаются выяснить, что может случиться дальше. Они знают, что большие камни из космоса в прошлом чуть не уничтожили всю жизнь на Земле. Хорошая новость в том, что падали они нечасто. По крайней мере, с разницей в миллионы или десятки миллионов лет. И они были достаточно большими, чтобы мы могли заблаговременно их обнаружить и предупредить. наибольший риск сейчас исходит от небольших объектов, которые встречаются гораздо чаще и которые сложнее обнаружить. Представьте, что один из небольших астероидов несется к городу. Его можно обнаружить всего за несколько часов до удара, поэтому на эвакуацию и принятие мер по его отражению останется совсем немного времени. Если его диаметр будет примерно 30 метров, то он ударит с силой атомной бомбы мощностью 5 мегатонт. Это в 400 раз мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму. При ударе он вызовет огромные повреждения, потому что кратер будет в 10-20 раз больше ширины самого объекта, то есть от 300 до 600 метров. Пространство на много сотен километров вокруг будет усеяно разлетевшимися обломками. На людей обрушится буквально град камней. Но даже если астероид упадет в сотни километров от города, жизнь миллионов людей, живущих там, превратится в хаос. Если астероид упадет на сельскохозяйственные земли, это сразу же скажется на поставках продовольствия в города. Мало того, что живущие там люди погибнут, миллионы гектаров плодородной земли превратятся в пустыню. Будет уничтожен весь урожай, и на много лет эти земли станут непригодными для людей. Чтобы вызвать значительные разрушения, маленькому астероиду даже не обязательно падать на землю. В 1908 году взорвавшийся в атмосфере астероид повалил примерно 80 миллионов деревьев на площади в сотни квадратных километров возле реки Тунгуска в Сибири. Когда астероид или комета подлетают к Земле, сначала они сталкиваются с атмосферой и давят на нее. Это сжатие и давление приводят к взрыву астероида или кометы. И энергия взрыва распространяется по большой территории на поверхности Земли внизу. Поэтому атмосферные взрывы не менее опасны. Однако камень, который привел к таким разрушениям, вероятно, был меньше, чем казалось. Может быть, когда объект над Тунгусской врезался в атмосферу, он был шириной всего несколько десятков сантиметров, а не сотни сантиметров, как предполагалось ранее. Во-первых, хорошо, что Тунгусский метеорит был меньше, чем мы думали. Но, с другой стороны, это плохо для будущих предсказаний, потому что маленьких объектов намного больше, чем больших. Если маленький объект привел к таким разрушениям, значит, такое может случаться чаще, чем падение больших объектов. Получается, что предметы могут падать каждые сто лет, а не тысячи. Маленькие объекты от 30 метров и меньше называются метеоритами, а не астероидами. Эти падающие звезды возникают в результате сгорания метеоритных тел в атмосфере. Иногда эти камешки, падающие на Землю или даже машину или здание, успевают снять на любительскую камеру. На самом деле, объекты из космоса врезаются в атмосферу Земли намного чаще, чем представляют себе большинство населения. Я нахожусь на каменоломне рядом с горой Щебня, потому что примерно такое количество пыли и песка валится каждый день на атмосферу Земли. Примерно 100 тонн. Таким количеством можно загрузить 6-7 самосвалов. Вот лежит камень размером с баскетбольный мяч. В среднем два таких камня каждый день врезаются в атмосферу Земли. Рядом кусок размером с малолитражку. Представьте, что такая груда камней общим размером с малолитражку врезается в атмосферу Земли, и такое происходит раз в две недели. Но даже такой большой камень полностью сгорает еще до того, как достигает Земля. Чтобы произвести достаточно внушительные повреждения на Земле, объект должен быть шириной как минимум 30 метров. А это большой валун. Его размер должен быть как от этого самосвала до того оранжевого конуса. на другом конце диапазона находится самый большой из подтвержденных кратеров в Редефорт в ЮАР. Он протянулся примерно на 300 километров и оказал значительное влияние на Древнюю Землю примерно 2 миллиарда лет тому назад. при ударе в космос взлетело большое количество материала, который упал обратно на Землю и вызвал пожары, если там было чему гореть, а климатический эффект от удара сказывался в течение десятилетий. Вероятно, океаны полностью окислились. В атмосфере были тонны и тонны сажи. Мы бы не хотели, чтобы повторилось что-то подобное. Вся примитивная жизнь на Земле в то время исчезла, ведь кратер в полтора раза больше того, что привел к исчезновению динозавров. Южноафриканский кратер был найден только в конце 90-х годов прошлого века, потому что его следы были стерты за прошедшие миллиарды лет. Только снимки из космоса позволили обнаружить его. Густая растительность в центре глубокого кратера сначала заставила ученых думать о вулканической активности в этом регионе. Как оказалось, то, что принималось за выросшую после деформации вершину, на самом деле является свидетельством кратера шириной до 300 километров. Энергия удара объекта такого размера столь велика, что камень действует так, словно лишен какой-либо силы. Это похоже наброшенный в воду камешек. Вы видите, как поднимается водяной пик, а затем оседает. Но поскольку здесь камни, то они затвердевают. Мы видели множество таких пиков на Луне и повсюду в Солнечной системе. Но были и другие большие астероиды, которые врезались в Землю, причем позднее, чем тот, который погубил динозавров 65 миллионов лет назад. Спустя 30 миллионов лет другой массивный астероид врезался в восточное побережье Америки и сформировал то, что сейчас называется Чесопикский залив. Мы нашли обломки после взрыва по всему восточному побережью до Нью-Джерси и Нью-Йорка. И они все схожи между собой. Кратер шириной около 100 километров был скрыт из виду под водой, пока нефтяные разработки не подтвердили его существование в 90-е годы. А поскольку астероид ударил вблизи побережья, он вызвал чудовищное цунами. Говорят, что высота волны могла достигать 15, даже 40 километров. Гигантская волна. высота гор Апалачи всего несколько сот метров. Даже при том, что высота волны уменьшилась по мере движения к материку, воды было столько, что она могла затопить Апалачи и то, что мы называем долиной реки Огайо. Если бы он упал сегодня, восточное побережье стало бы другим. Падение астероида мгновенно убило бы миллионы людей. Большой объект вызвал бы глобальную катастрофу, которая может привести к исчезновению человечества. Вот почему изучение астероидов является главным приоритетом науки. 35 миллионов лет назад огромный астероид упал на восточном побережье Америки. Кратер шириной около 100 километров долгое время скрывался под водами Чесопикского залива. Эффект от его удара был разрушительным. А что случится, если подобное произойдет сегодня? Цунами, ударная волна и тепловой эффект уничтожат восточное побережье. Кроме того, выброшенная масса распространится по огромной территории, вызвав лесные пожары. Сразу же или чуть погодя после удара погибнут миллионы людей. После разрушения сельских угодий коммуникации стоит ожидать долговременных последствий для всего региона. Кроме того, на восточном побережье находится наше правительство. Однако, согласно недавним исследованиям окаменелостей, Чесопикский астероид шириной полтора километра не имел такого глобального эффекта массового исчезновения, как его десятикилометровый собрат, погубивший динозавров. Астероид, упавший в Чесопикский залив 35 миллионов лет назад, произвел огромный эффект. Однако, выброс энергии был намного меньшим по сравнению с тем, что был выпущен во время падения астероида на Юкатан 65 миллионов лет назад. Тогда удар имел поистине глобальные последствия, что привело к массовому исчезновению видов. Учитывая их разрушительную силу, нам важно понимать, с чем мы имеем дело. А это значит, нужно изучить их лично и вблизи. В 2001 году НАСА отправила спутник Невшумекер на орбиту астероида Эрос. Но когда он закончил свое задание, было принято решение посадить спутник на астероид, что было забавно. Это такое старомодное исследование. Давай, топай, вперед и копай. В общем, так и сделали. Снимки при подлете и приземлении аппарата на астероид дали ученым невиданное ранее детальное представление о поверхности астероида с неожиданными результатами. Джим Белл, университет Корнелла. Одной из неожиданностей стало то, что у этих небольших космических тел есть геология. Были следы тектонических явлений, оползни, эрозии на поверхности, кратеры на всем протяжении повсюду валуны. Всем сразу представилась картинка, когда маленький астероид врезается в большой. В космос поднимается куча камешков, которые затем медленно оседают и становятся валунами на всем протяжении астероида. Спутник Нир передавался астероиду на Землю информацию в течение двух недель. Затем он потерял связь с Землей и теперь будет стоять там молча миллионы лет. Но недавно спутник Хаябуси Японского космического агентства превзошел Нир. Впервые спутник приземлился на астероид и вернулся на Землю в июне 2010 года после путешествия длиной 6 миллиардов километров. Как и предполагалось, большая часть спутника сгорела в атмосфере Земли, но титановая капсула успешно приземлилась на диких просторах Австралии. Сейчас пока что не ясно, есть ли там крошечные образцы. Изучение капсулы продолжается. Это долгий процесс, но люди с оптимизмом ждут, что мы многое узнаем от первых образцов астероида, оказавшегося на Земле. Несколько миллиграммов вещества позволят геохимикам многое узнать о химии, минералогии и составе. Еще до того, как Хаябуси вернулся, на астероид был отправлен другой аппарат. Три, два, зажигание, подъем. После запуска в 2007 году зонд Даун НАСА отправился к одному из двух самых больших астероидов в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Зонд, начиная с 2011 года, будет в течение года висеть на орбите астероида Веста шириной 530 километров, а затем в 2015 году отправится к Цересу шириной более тысячи километров. Трудно найти два более различных астероидов. Как предполагается, Церес довольно влажный, наверное, под поверхностью находится лед. А Веста, как думают, представляет нечто противоположное. Там нет гидратных минералов и льда. За время своего существования он нагрелся настолько, что у него может оказаться кора, мантия, ядро, как у Земли. Все эти полеты открыли, что астероиды созданы из гораздо большего ассортимента материалов, чем предполагалось ранее. Существуют разнообразные астероиды. Некоторые богаты железом или никелем и похожи на железные гири. Другие похожи на земные скалы. Они каменные. Третьи являются комбинацией скал и железа. Существуют даже такие экзотические, как космические кучи щебня. Просто кучка камней, стянутая гравитацией в большое астероидное тело. Есть также бывшие кометы, которые избавились от своего льда и стали пушистыми пористыми шариками из тонкого зернистого материала. Но астероиды удивляют нас не только своим составом. Спутник Галилей на своем пути к Юпитеру пролетел мимо астероида Ида и обнаружил у него крошечный спутник Дактиль. Это было неожиданно. А теперь мы знаем, что это распространенное явление. У астероидов есть спутники и иногда даже несколько. Также мы узнали, что многие астероиды путешествуют парами, даже тройками. Это повод для новых наблюдений и изучений. Знания о том, из чего сделаны астероиды и как они группируются, важны не только для науки. Представьте, что в будущем огромный смертоносный астероид мчится к Земле. чтобы человечество выжило, нужно его отклонить. Но если мы не будем знать, из чего он сделан, наши усилия по спасению человечества могут обернуться ужасной катастрофой. Падение астероида может вызвать большее разрушение, чем любое другое природное бедствие. Но также это одно из немногих явлений природы, которые мы можем предотвратить. Представьте, что в будущем огромный астероид летит к Земле со скоростью более 100 км в час. Международные агентства общими усилиями запускают ракету для спасения человечества. Тут важно знать всё о враге. Он полностью железный или сделан из камня. Это гродощебня или пуховый шарик из бывшей кометы. Потому что когда ракета врежется в железную гирю, эффект будет другой, нежели при встрече с пушистым шариком. Предположим, что это куча щебня. Она достаточно мягкая, чтобы поглотить удар ракеты и сохранить прежний курс навстречу с Землей. Кроме того, она достаточно большая, чтобы не сгореть полностью в атмосфере. Её падение навсегда изменит жизнь на нашей планете. Это цена, которую мы заплатим, если не узнаем как можно больше разнообразий астероидов в нашей Солнечной системе. Хотя, по крайней мере, у нас есть десятилетия для изучения больших астероидов. А вот время на предупреждении о приближении комет, даже больших, будет измеряться месяцами. Почему? Этот же вопрос интересует Клейтона из Атланты, Джорджия. Он обратился к нашей рубрике «Спроси Вселенную» с вопросом, почему у нас меньше времени на предупреждение удара о Землю кометы, чем астероида? Хороший вопрос, Клейтон. Всегда хорошо знать, когда в нас что-то врежется. Дело в том, что мы можем отследить орбиту комет довольно точно. Это значит, что мы можем точно предсказать заранее, где они окяжутся за десятки, даже сотни лет. Поэтому мы сумеем отклонить их, если они полетят к Земле. А комета летит из внешних глубин нашей системы. И она такая тусклая, что мы можем заметить ее только за полгода или год до столкновения. Так что времени на предупреждение немного. К счастью, в основном на Землю могут упасть астероиды, а не кометы. Так что мы успеем их точно отследить. Собственно, у астероидов есть самый большой шанс уничтожить человечество в будущем. Поэтому так важно изучать их автоматизированными спутниками. Но в апреле 2010 года президент Барак Обама объявил о еще большем вызове. «Мы ожидаем, что построим новый космический корабль к 2025 году для дальних полетов, что позволит нам впервые послать людей дальше Луны в открытый космос. И мы впервые в истории сможем отправить астронавтов на астероид». Как преподаватель я знаю, что молодое поколение стремится полететь дальше. Мой дедушка хотел, чтобы мы полетели на Луну. А теперь мы пойдем дальше. Эта вдохновляющая часть послания президента должна заставить НАСА вернуться к освоению открытого космоса. Отправка людей на астероид будет отличаться от высадки на Луну в прошлом. В чем-то это будет проще, а в чем-то сложнее. В любом случае встреча астронавтов с астероидом произойдет намного дальше от Земли, чем в случае с Луной. Этот полет продлится несколько месяцев, в отличие от восьми суток полета до Луны. Однако при полете туда и обратно будет израсходовано меньше топлива, чем во время высадки на Луну. Когда идет речь о полете на Луну, это космическое тело собственной гравитации. Приходится тратить больше горючего на торможение и безопасную посадку. У астероида гравитация невелика, и хотя он находится дальше, не нужно расходовать много горючего при посадке. Также потребуется меньше стартовых усилий при подъеме с астероида и возвращении на Землю. Зато приземление на астероид будет более проблематичным, чем на Луну. Это будет больше похоже на стыковку, чем приземление. Но тут придется столкнуться со слабой гравитацией. Придется как-то удерживать аппарат, закрепить его. На Луне при ее гравитации в одну шестую от земной не нужно ставить корабль на якорь. Исследование небольшого астероида также будет сложнее для астронавтов, чем прыжки по Луне. Скорее это будет выглядеть как выход в открытый космос. Будет нарушено ощущение верха и низа. Поскольку гравитация невелика, нужно будет осторожно передвигаться по астероиду. Большой прыжок отправит вас на орбиту астероида или даже пошлет вас на скорости покидания в сторону от астероида. Поэтому всегда нужно проверять страховку во время изучения астероида. Однако, если управляемые роботы доказали свою эффективность при изучении других миров, зачем рисковать астронавтами на астероиде? Астронавты, исследователи, общественность хочет увидеть все лично человеческими глазами. И этот день уже близок. Роботы могут сделать многое и уже сделали многое в исследовании космоса. Но нет геолога лучше, чем человек. Когда геолог сможет исследовать астероид, он может узнать историю участка, сравнить знакомые типы геологических формаций, он будет знать, что ему нужно. Он захочет взять образец этой скалы, а не какой-то другой. Кроме того, нам могут пригодиться ресурсы астероидов. Это 2050 год. Экипаж астронавтов только что высадился на астероиде. Они не будут исследовать его. Это всего лишь пид-стоп. Но какие ценные ресурсы могут быть на этом небольшом камешке? Падение астероида может уничтожить все виды на Земле, включая людей. Но вместо того, чтобы смириться с судьбой, ученые стараются больше узнать о них, чтобы предотвратить беду. А те астероиды, что не летят к Земле, могут даже оказаться полезными. Одна из причин визита на астероиды в том, что на них могут оказаться полезные ископаемые для будущих исследователей далекого космоса. Среди них могут быть лед и вода. Людям нужен лед, чтобы жить, пить и использовать в практических целях. В 2050 году экипаж по пути к Марсу залетит на астероид для пополнения запасов воды и провизии. Можно будет выделить кислород из воды для заполнения дыхательных аппаратов. Но эта скалистая остановка может предложить кое-что еще. Вполне вероятно, что с развитием технологий мы сможем разложить воду с астероидов на водород и кислород для заправки космического аппарата и дальнейшего полета. Также на нем могут оказаться ценные материалы для доставки на Землю, столь редкие и важные для развития технологии, что это может стать поводом для будущих воинов. на некоторых астероидах есть платина и титан другие редкие элементы важные для развития электроники. Их даже называют редкоземельными, потому что они редко встречаются на Земле. А на некоторых астероидах они могут быть не столь уж редкими. но все же пока что важнее изучать астероиды, чтобы предотвратить гибель миллионов людей или всей человеческой расы на Земле. Чтобы противостоять этой угрозе, НАСА запустило в декабре 2009 года спутник ВАЙС. Этот широкоугольный инфракрасный исследователь-наблюдатель уже обнаружил более 25 тысяч астероидов и десятки комет, слишком темных, чтобы их изучать в видимом диапазоне. Он следит почти за всей Солнечной системой. Мы надеемся, что он видит 99% неба и сможет составить карту всех объектов вблизи Земли, астероидов, которые мы не смогли засечь в прошлом. Будем надеяться, что это поможет нам определить любое тело, которое может столкнуться с Землей. А рядом с Землей и так уже много астероидов, хотя не обо всех пишут в передовицах газет. В апреле 2010 года астероид шириной 22 метра пролетел на расстоянии 350 тысяч километров от Земли, а это ближе, чем от Земли до Луны. за несколько месяцев до него астероид шириной 7 метров пролетел еще ближе. В ноябре 2009 года астероид пролетел на расстоянии всего 15 тысяч километров от Земли, и мы не узнали о нем, пока он не приблизился. Это расстояние от Лос-Анджелеса до Мумбаи в Индии. А в 1972 году турист в Вайоминге снял подобный космический объект на еще более близком расстоянии. В 1972 году подобный объект оказался так близко, что чуть не столкнулся. Вернее, он собирался столкнуться, но атмосфера Земли своим давлением оттолкнула его, как камешек от поверхности озера. Он оказался ближе всех. Затем, в октябре 2008 года, небольшой камешек совершил беспрецедентное падение в пустыне африканской страны Судан. Но это стало большим шагом в науке предсказания падений астероидов. был замечен небольшой астероид и было предсказано, что он упадет на следующий день в Судане. Что и случилось. Впервые мы смогли обнаружить объект и предсказать точное время и место падения, а позднее в пустыне были найдены фрагменты метеорита. но это был маленький камешек, замеченный за день до падения. Сегодня пока что неизвестно, сможем ли мы обнаружить и предотвратить то, что может вызвать катастрофические разрушения на Земле. Ученые полагают, что существуют еще миллионы неопознанных астероидов, способных уничтожать города или даже хуже. Сможем ли мы выяснить, кто из них окажется у нас на пути? Сможем ли мы помешать ему врезаться в Землю? Ставки высоки как никогда. Каждое новое открытие в мире астероидов не только продвигает науку, но и увеличивает шансы человечества на выживание. Тогда столкновения не будет. Однако может оказаться, что космическая скала массой 30 миллионов тонн окажется слишком массивной и столкновение не собьет ее с курса. Столкновение 2036 года будет в тысячи раз мощнее атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Образуется кратер размером с остров Манхэттен. Может образоваться кратер шириной более трех километров. Если Апофис упадет на город, прощай город и окружающая местность на сотни километров. Ударная волна, взрыв, поднявшийся ветер, выброшенная масса создадут подобие землетрясения, которое будет ощущаться на огромном расстоянии. Когда Апофис был впервые обнаружен в 2004 году, шансы на столкновение были 1,37. Но по мере того, как ученые наблюдали за его движением, шансы стремительно сокращались. Дональд Йеменс, Джи Би Эл. Определение орбиты астероидов можно сравнить с предсказанием ураганов. Когда возникает ураган, никто не может сказать, куда он направится. Пройдет на невероятно близком расстоянии, «Мировое научное сообщество в тревоге». Грек Логлер, Университет Калифорнии Санта-Круз. Астрономы вычислили небольшой участок космоса. Если Апофис пройдет через этот участок, то в 2036 году он столкнется с Землей. Это действительно небольшой участок шириной менее полутора километров. Называется замочная скважина. А чтобы отвезти Апофис от Земли, Международные космические агентства запустят ракету. Алекс Филипенко, Калифорнийский университет Беркли. Мы уже не хотим взорвать его атомной бомбой. Во-первых, из-за огромной энергии образуется масса обломков, которые устремятся к Земле. Мы хотим лишь немного подтолкнуть его, чтобы изменить траекторию. В начале была тьма, а затем мощный взрыв породил бесконечное расширение времени, пространства и материи. Каждый день мы разгадываем новые загадки, раскрываем ошеломительные смертельные секреты о месте, которое мы называем Вселенной. Они уже уничтожили динозавров и другие виды. Нет сомнений в том, что они ударят снова. Это будет катастрофой библейских масштабов. Исследование астероидов вопрос не только науки. Астероиды становятся одной из главных проблем человечества. Но и нашего выживания. Чем умнее мы станем до того, как это случится, тем лучше решим эту проблему. Приготовьтесь к новейшим открытием на астероидах и смелым новым планом отправиться туда, куда еще не ступала нога человека. Вселенная. Удары астероидов. Сейчас 2029 год. И астероид, за которым десятилетиями наблюдали ученые, проходят близко от Земли. Ширина астероида равна трем футбольным полям. Его зовут Апофис по имени древнеегипетского бога разрушения. Согласно последним прогнозам, Апофис не ударится в Землю в 2029 году. Но поскольку он древнея